обзор вот этой техники мы еще с вами не делали слой вот вот такой слой работники добрые меня даже пустили на самос вата укладочную машину вот какая здесь обочина всем привет вы на канале motolife я комбат и у нас очередной обзор дороги сегодня 20 августа 2021 год и мы находимся сейчас на выезде с прилуг это у нас черниговская область и будем направляться в сумскую область в город рамны мне интересно посмотреть какая там дорога и ведется ли там какое-то строительство ну что садимся поудобнее и смотрим обзор дороги и 07 прилуке рамны поехали но только что мы выехали с прилуг ну и мы едем вообще по отличной дороге все уже финишный слой разметка наносится я так понимаю даже есть барьерное рождение водоотводы то есть старт у нас такой позитивный что там будет дальше сейчас посмотрим но мы проехали первые пять километров дорога отличная ехать вообще комфортно ровненько все хорошо по бокам зелена лес красота но я хочу вам сказать да рамны нам ехать порядка 70 километров 70 километров а навигатор показывает что нам ехать один час пять минут то есть больше часа мы будем ехать 70 километров поэтому я уже насторожился сейчас пока наслад по наслаждаемся этой хорошей дорогой я не знаю что там будет ждать ждать нас впереди вот буквально только сказал и мы выезжаем на старую дорогу поплывший асфальт горбы слава богу что что нет тут ям вот раз копочки и мы выезжаем опять на хорошую дорогу но это уже радует как бы нам до равны осталось 65 километров здесь установлены знаки что ведутся дорожные работы так а тут у нас я так понимаю реверсивное движение буквально немножко проехал и опять реверсивное движение вот почему показывают почему так долго ехать но правда первый раз мы стояли там наверно две минуты мы стояли до равны осталось 54 километра мы едем по отличной дороге видно что ведется еще строительство потому что обочина еще не облагорожена а так тут походу уже лежит и финишный слой ну как всегда я вам расскажу что посмотреть вот недалеко от этой дороги вот здесь есть поворот сокрынцы там оля три километра налево по повернете и есть еще тростанецкий дендера парк который в черниговской области их два всего один сумской один черниевской вот я вам сейчас покажу несколько кадров что они себя представляет и решите для себя заедете вы туда или нет но я думаю что заедете а а Субтитры подогнал «Симон» 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 а то есть перед тем как селить финишный слой чима даже и цель слой а это первый слой сейчас да там ведь болото взрывается я понял а сейчас будете что-то делать асфальт а то есть там сейчас кладут асфальта ну и сейчас мы смотрим как здесь выполняется укладка первого слоя асфальта крупно зернистого вот сейчас каток у нас все это трамбует а вот такая у нас асфальта укладочная машина как раз можно посмотреть какие слои здесь есть этой дороге то есть я вижу здесь щебень с бетонной смесью дальше его битумом вот залили и сейчас вот слой вот вот такой слой это у нас первый слой крупно зернистого асфальта бетона но вот так кладется сам асфальт а вот сейчас происходит загрузка асфальта бетона в асфальта укладочную машину температура порядка 170 градусов работники добрые меня даже пустили на саму асфальта укладочную машину сейчас я зайду наверно наверх покатаюсь скажите а какая вот скорость укладки вот сколько вы за смену можете метров километров проложить вот такой дороги за смену сколько у вас полтора километра полтора километра 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 идеаль еще двести метров за одну смену вот такая машинка делает слоя разница например крупно зернистого вот километра сделать но вот парни слой да то есть можно два километра сделать а то есть зависимости вас полагает зависимости какой слой да а можете сказать вот на пути управления что за что отвечает вот реально сейчас у нас мы загружаем материал приезжая машин то есть сколько зараз вот загружается вот карблаза 15 тонн материала 15 тонн он зараз сейчас да ну да если сейчас высыпать сейчас это будет 15 тонн материала воно распределяется цей пульт отвечает за плавную и безперебойную подачу материала на выглаживающую плиту да это мы смотрим на экране у нас видно где есть материалы все бачите тут не мая сейчас я отсюда все бачу я отвечаю за цю передачу за скорость нашей оплаты 2 метра в минуту то есть это у нас слоя они дублируются там на боковых пультах тоже и мы сейчас загружаем материал даём сигнал и идем вперед показываем водителю сигнал для того чтобы показываем водителю что мы готовы и чтобы он приготовился и главным кидаем паре это отвечает за движение вперед на рабочем режиме за управлением право-влево и надо контролировать я показываю толщину асфальта который вы сделаете у нас есть специальный щуп для этого мы берем щуп тут же он механически выставляется изначально, да? ну да, тут у нас есть на линейке ориентиры но для каждого слоя оно показывает по разному он сейчас по сигналке то есть там у нас мы проверяемся сами конечки то есть выставлены витки линейку механическую потому что механические страточки естественно втросят Музыка Ну мы въехали уже в Талалаевский район, это тоже как бы участок автострады. Я просто остановился, хотел показать, вот какая здесь обочина. Вот ее укрепляют и вот какой она толщины. Представляете, какая насыпь огромная вот это все. Ну я так полагаю, что дождь будет опасно еще. Хотя вот дождь недавно был, вода внизу стоит и припарковался я, ничего оно не загрузило. Но сюда не рекомендую еще заезжать, потому что она еще не обустроена, не отсыпана, не утрамбована. Мы продолжаем ехать дальше. До Равны нам осталось 30 километров, но едем мы по отличной дороге. Это еще, я так понимаю, не финишный слой. Но ехать вообще комфортно, вообще вопросов нет. Но надо облюсти технику безопасности, потому что обочина не обустроена и перепад, ну и тут смотрю, где-то сантиметров 50 в этом месте. Поэтому надо аккуратно ехать в тех местах, где ведется строительство дороги. То бишь, если хорошая дорога, это не значит, что надо гнать. Въезжаем в населенный пункт Харькова. И здесь у нас уже, или Харькова, у нас опять Хьюсон, у нас проблемы с ударением. Харькова или Харькова, кто тут местный, напишите. Ну и все, смотрите, какая здесь дорога была. Вернее, она сейчас есть, и вот до этого она была вот такой. Ямы, наплывший асфальт. Эй, это кошмар. Ну, я так понимаю, что нам вот эти 29 километров, наверное, придется ехать уже по такому дорожному покрытию. Ну, не факт, давайте смотреть. Осталось совсем немножко. Вот по старой дороге в ямах мы проехали 7 километров. И опять мы попадаем на участок компании Автострада. Здесь уже у нас, я так понял, уже лежит финишный слой. Отсыпанная обочина. Здесь даже мы видим, как пешеходные дорожки с бордюром вот уже сделали. Я так понимаю, все это обустраивается. Ну и бордюр с левой стороны можете тоже наблюдать. И там пешеход, пешеходная дорожка вот эта будет доделываться. Вот это все. Ну, хорошо. Будем надеяться, что такая дорога дальше и будет. Ну, вот у нас до Рамне осталось 20 километров. И мы въезжаем в Сумскую область. Вот Автострада здесь работает и на границе с Сумской областью здесь работы Автострады прекращаются. Дальше уже, я смотрю, уже дорога сделана. Как бы, вот можете даже посмотреть освещение на солнечных батареях установлено. Так, все по фэншую. Ну, отлично. Дай бог, что мы так даромны и доехали по такой дороге. Оставшиеся 20 километров до точки назначения, мы доехали по абсолютно новой готовой дороге. Стояли таблички, что эта дорога была уже сделана в 2020 году. И, как видите, за год с ней ничего плохого не случилось. Просто замечательно. Ну, от Прилуг вы видели, что идет большая стройка. Все строится, на мое мнение, довольно качественно и с такими хорошими темпами. Я получил удовольствие, когда ехал по этой дороге, потому что большую часть мы ехали уже по новой дороге. Да, где-то есть финишный слой, где-то первый, но все равно по явам там, а-ля, там несколько километров, в нескольких местах мы ехали. Ну, и хочу сказать большое спасибо ребятам с Автострады, которые разрешили мне их поснимать. Даже запустили на асфальтоукладчик, путался у них под ногами, но все добродушные. Спасибо, пацаны, если смотрите это видео. В следующий раз с меня наклеечка будет, подарок. Ну что, если вам было интересно и полезно это видео, подписываемся на канал Мотолайф, ставим лайк и бьем в колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Потому что мы сейчас поедем от Ромны до... Куда вы думали? Мы едем в Гадич. Поехали. 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 Поехали.